Возмутительный случай на Литейной. Видео от 1 июня просто взорвало местные соцсети. Конфликт водителей на глазах у многочисленных свидетелей перерос в жестокую бойню. Один из участников драки попал в реанимацию, у него диагностировано внутреннее кровотечение и разрыв селезенки. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но состояние оценивается как тяжелое. На видео кульминации конфликта на Литейной. По предварительной версии, столкновение интересов произошло на парковке у торгового центра. Оскорбленные водители и пассажиры автомобиля Toyota Land Cruiser настигли принципиального водителя на Литейной. Став поперек движения, отечественному автомобилю они отрезали путь. И после короткой перебранки в ход пошли кулаки. Двое на одного. Один держал, другой бил. В итоге водитель Лада оказался в реанимации с разрывом селезенки и внутренним кровотечением. Своему мужу могу сказать, что у меня педант вождение. Он никогда даже на рожон не полезет просто так. Да даже что бы там ни произошло, разве имеют они право до такой степени вдвоем держать человека и сбивать его? Вот это вот непонятно. Какое они имеют право вообще? Что это такое безвольность в центре города? В середине дня избивать ногами, руками человека? Я не понимаю. Это вообще, это просто звери, это не люди. В тот же день сотрудники полиции по месту жительства задержали одного из подозреваемых. По факту возбуждено уголовное дело. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание соучастника преступления. Подробности происшествий сегодня доложил на плановом совещании Андрей Козырь, заместитель начальника по Клинскому ОМВД. Глава округа подчеркнула, зачинщики драки должны понести заслуженные наказания, потому что закон един для всех. Люди просят информировать, соответственно, о всех последствиях, какие будут применены. Будем держать этот вопрос на контроле для того, чтобы действительно не то, что в назидание другим, а, наверное, в недопущение ситуации, ни в какой ситуации мы не имеем права позволять себе самосуд. Вот это однозначно. В настоящий момент пострадавший переведен из реанимации в общую палату. В результате полученных травм службу в МЧС ему, скорее всего, придется оставить. У Михаила полуторагодовалый сын.